Константин Муравьёв. Вторжение демонов. Глава первая. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Недалеко от форта. Несколько часов спустя. Так, ну и кто это у нас? Я сейчас сидел в небольшом подлеске, буквально в сотне метров от стены ограждающей поселения, и наблюдал за непонятным, но явно вооруженным формированием, расположившимся на данный момент как раз между мною и фортом. Добрался я до границы с дикими землями практически мгновенно, что легко было сделать на необычном кораблике, доставшемся мне, как я понимаю, в наследство от древних. Это все со слов тех же фурий. Использующим обычную, такую, прямо обыденную и простую, телепортацию и открытие порталов как средство перемещения в пространстве. «Черт», — подумал я, — «все еще не верится в подобное». С каждым новым днем я все больше понимал, насколько сильно ушли от того, что сейчас встречаются те самые древние, упоминания которых встречалось повсеместно. Только вот было у меня определенное подозрение, что и древние-то эти разные, да еще и какие-то предтечи, которых когда-то упоминала Иила. И кроме того, было у меня еще такое подозрение, что те, о ком говорят в этой реальности, это совершенно не те, о ком говорят в Содружестве. Хотя, а как же демоны с их ментально-высокотехнологичными устройствами, к которым я смог подключиться? Этот вопрос заставил меня приостановить поток моих мыслей, так как это слегка выбивалось из той стройной теории, которую я для себя состряпал. Хм, опять прикинул я. Но вообще-то, кто сказал, что к ним подключилась именно моя нейросеть? И я прокрутил в сознании ту цепочку событий, что произошло со мной в этом мире. Было тут одно такое происшествие, которое вроде как можно оценить, как то же самое внедрение нейросети, особенно с учетом того, что сейчас я стал его воспринимать в качестве некого виртуального искина в своем сознании, названного Симбом. И это та самая матрица, доставшаяся мне от той мумии в подводном склепе. Как я понял, работать она начала чуть ли не с самого внедрения, лишь только после полной адаптации, преобразовавшись в тот самый виртуальный искин. А ведь и правда, сопоставив факты, пришел к выводу я. Местными артефактами я, по сути, и стал управлять лишь после ее внедрения. И наиболее явный переход стал заметен после того, как мы оказались в подземном храме, где и разрушили портал, ведущий в миры демонов. Ну да ладно, стряхнул я головой. На том и порешим. Тем более, теперь стало более очевидно, что это все же совершенно разное наследие, доставшиеся мне от совершенно различных древних. Только вот опять же, судя по всему, как демоны, так и карлонги знали как о тех, так и о других. Хотя я опять постарался вспомнить то, что заставило меня переоценить происходящую ситуацию и взглянуть на нее с другой стороны. А ведь мне действительно точно неизвестно, кто стал инициатором нападения демонов на эти миры. А судя по тому, как привыкли действовать карлонги, не факт, что это были не они. И если предположить, что я прав, а именно в эту реальность я попал по наводке карлонгов, обосновавшихся в Содружестве, то как раз именно они могли подкинуть такую же идею, вторгшимся в этот мир демонам. Вот и получается, что тот артефакт наследия именно местных древних, который я разыскиваю, нужен как одним, так и другим. И что-то подсказывала мне моя интуиция, что в этом вопросе я не так и далек от истины. Но вот что это, я, если честно, так и не смог надумать. Так что придется мне это выяснять на месте. Ну а пока, если вернуться к тому, как я тут оказался, то было неудивительно, что я преодолел расстояние между центральными областями материка и его северной оконечностью в мгновение ока. Вот и получается, что большую часть времени мне в основном приходилось тратить на дорогу, как до того места, где я прятал корабль, когда улетал, так и сейчас, пока добирался до самого форта из леса, так как и в этот раз свое такое необычное средство передвижения я решил оставить все там же, на бывшей стоянке гоблинов. И вот на данный момент времени я на месте. Ну, вернее, практически на месте. До форта я не добрался буквально сотню или чуть больше метров, когда наткнулся на это новое препятствие в виде обосновавшихся тут войск вероятного противника. Даже можно исключить слово «вероятного», так как в основном среди находившихся передо мною метрических матриц были те, кого я определил как демонов, ракшасов и эльфов. И теперь я прекрасно вижу, что мне, как минимум, раньше нужно было поторопиться. А сейчас я, похоже, опоздал. У стен форта на данный момент собралась достаточно приличная такая армия. И в основном все, кого я видел, были эльфами и змеилицами. К тому же среди них я все-таки заметил несколько отрядов демонов с магами и тремя архидемонами во главе. Всего противников у меня получилось никак не меньше трех с половиной сотен. Что для находящегося перед ними поселения было равносильно миллионной армии. Ведь все равно там не было достойных противников этой толпе. Особенно если учесть то, что гарнизон карлонгов и так будет на стороне пришедших. И только тут я заметил кое-какую странность. Среди осадивших форт я почему-то не засек ни одного карлонга. И это было непонятно. Да к тому же я никак не мог понять, откуда тут в принципе могла собраться вся эта толпа. Из соседнего города до поселения, которое эта небольшая армия сейчас осаждала, они бы точно добраться никак не смогли. Вот и получается, что для столь оперативной переброски войск эльфам и змеилицам совместно с демонами в любом случае пришлось воспользоваться каким-то порталом. Только вот что странно, я не засек поблизости ни одного портала или иной магической аномалии. И это для меня тоже было не очень понятно. Или они открыли временный портал? Проскользнула у меня в сознании вполне здравая мысль. И это было вполне обоснованно. Временный портал, который не требует закрепления, тем более ведет куда-то в пределах одного мира, создать гораздо легче. Но в этом случае, если я прав, получается, что он и находится где-то здесь, поблизости от городка. Черт! Я поглядел на эльфов, а также тех немногих по отношению к тем демонам, чьи метрические матрицы мне получилось разглядеть перед собой. Если тут поблизости есть где-то их активированный портал, хотя нет, активированный я бы засек без проблем, ну тогда неактивный портал, тот, работу которого они могут достаточно быстро восстановить, то его нужно уничтожить. Ведь через него сюда смогут перекинуть еще свежие силы. А это, судя по той численности, что я вижу, лишь передовой авангард или достаточно крупный отряд для проведения разведки и закрепления на местности. Но и судя по змеи лицам и демонам, они должны разобраться в том, что произошло с тем порталом, который я отключил. Слишком много среди них магов для обычной войсковой операции. Однако из знаний ИИЛы и анализа, мгновенно проведенного Симбом, получалось, что для переброски такого большого числа живых органических и неорганических, а вот про последнее не понял, объектов, тем более с существенным запасом собственной разнородной энергии, им нужны просто наиогромнейшие запасы ментальной энергии, чтобы протащить такую кучу народа. Это если, конечно, портал нестабильный, а он такой и должен быть, ведь сейчас его нет. Но откуда тут взять такой объем энергии? Это вопрос на миллион. Да и многовато что-то их тут для простой разведывательной партии или передового отряда, готового захватить столь маленькое поселение, как форт. Тут хватило бы и значительно меньших сил, особенно с учетом того количества магов, как демонов, так и раакшасов, которые были в этом отряде. Да и самих демонов было многовато, порядка шести десятков, а по мне так, для этого мира это уже сама по себе значимая сила. Однако был и более логичный вариант, который нашел подтверждение, когда я заметил нескольких альвов среди этой толпы, и они сопровождали еще одну стихию. И как я ее поначалу не заметил-то? Сам у себя спросил я. Но может это было из-за того, что тут была не точно такая же стихия, как та, что я встретил в городе, а несколько иная? И судя по выданному отчету Симбы, это уж точно что-то сложное. С вероятностью 75% объект состоит из набора стихийных энергий, где 80% составляет тип энергий, интерпретируемых как энергия воды, 15% — это энергия воздуха. Оставшиеся 5% разделены между упорядоченными типами энергии, интерпретируемыми оператором, как энергия жизни и света. «Ну вот, тут, похоже, практически вода в чистом виде», — прокомментировал я про себя его сообщение. Но что это для меня дает? А вот что. Стихии очень сильной магии сами по себе могут являться неплохим таким источником ментальной энергии, даже без учета того, что их кто-то принесет в жертву. И энергии, вырабатываемой, вернее, даже генерируемой ими, вполне должно хватить на открытие обычного нестационарного портала. «Симп, я прав?» — уточнил я у своего виртуального искина. «Выполняю необходимый пересчет», — сразу доложил тот. И буквально через мгновение выдал. Энергии, выделяемой за один момент времени данным объектом, недостаточно для создания временного портального пробоя и удержания его в активном состоянии, для обеспечения переноса всех обнаруженных объектов. «Хм, а это и не нужно», — быстро прикинул я. «Ведь был вариант и того, что в форте находились не все мои противники, на момент, когда я проводил зачистку. Некоторые из них могли куда-то исчезнуть, уйти по своим делам. Как-то об этом я не подумал, когда проводил ранее допрос пленных или уничтожал встреченную мною стихию. И вот сейчас среди противников, отделивших меня от города, как раз и находится одна из них. Выходит, что вся эта толпа народа до сего времени обиталась где-то тут, в окрестностях поселения. А сейчас они вернулись назад. Вернее, не вся, а кое-кто определенно. Так необходимо прикинуть, кто тут мог быть. И я еще раз осмотрел толпу и начал перечислять. «Сим, если минусовать от общего числа хотя бы демонов, которым по определению пока в центре материка делать нечего, они там спокойно могут засветиться, саму стихию и ее охрану, а это, на мой взгляд, именно альвы, то как тогда?» Ведь в этом случае их число уменьшится чуть ли не на третий. Самые энергозатратные объекты для перехода сквозь портал как раз и отсекаются. Таковыми я считал демонов с их очень уж нестабильным ментальным полем и метрической матрицей, переполненными инфернальными энергиями. Именно они, на мой взгляд, и должны были вносить наибольший дестабилизирующий фактор в работающий портал. И эту мою гипотезу практически мгновенно подтвердил Искин. Для переноса объектов, отмеченных как эльфы и ракшасы, ментальной энергии, генерируемой объектом, обозначенным как стихия, будет достаточно для создания локального пробоя и удержания его в активном состоянии. Угу. Вот и получилось, что это водная стихия. А ведь в памяти Иллы попадались и такие, и многие другие, правда, не уверен, что она говорила именно о них. Хотя по внешности она сравнивала их именно с собой и своей расой, хоть они и состояли из разного типа энергий, выделяя отдельно только огневиков, которые с ее слов были похожи именно на нас. Ну так вот, эта стихия также была тут, и, судя по всему, где-то в окрестностях, недалеко от города, готовила портал для переброски войск или новых диверсионных отрядов, маскирующихся под бандитов. Сюда, на территорию Диких Земель. Вполне похоже на то, особенно если прикинуть соотношение змеи-лицых магов и бойцов-эльфов. Вот почему среди этой группы нет карлонгов. Их и в бандах я не видел. И для получения нового приказа или задания они сейчас направлялись поближе к форту, где и сидела их агент, у которой была связь с княжеством, и которая могла познакомить новых командиров отрядов с текущими реалиями. Вот они подходят к городу, а тут такой сюрприз местного масштаба. Все, ну или практически все, их бывшие союзники в форте уничтожены. Как они это узнали, я не могу сказать. Может, кто-то из них уже побывал в городе, а может, есть еще какие-то источники. Но они понимают, что форт, который ранее полностью контролировался ими, сейчас соваться опасно. А потому логично предположить, что они отходят ко второму значимому объекту, который тут есть и который они контролируют даже еще больше, чем само поселение. А это портал. И тут, скорее всего, происходит и встреча с другими союзниками, демонами. В городе та демонов уж точно быть не могло, и поблизости от него им делать нечего, а вот более углубленную разведку местности и подготовку более приспособленной под будущий лагерь площадки им поручить вполне могли. Тем более с их скоростью и выносливостью именно они и могут добраться за пару дней до соседнего города. Ха, а похоже, так и есть, прикинул я. Только вот они спешили не отсюда, а сюда, как только была потеряна связь с фортом и группами, прикрывающими портал. По времени-то как раз все сходится. Они как раз успевают к этому моменту вернуться в храм и убедиться в том, что портал для них не просто потерян, но и уничтожен. Так что, как минимум, демонам становится понятно, что вернуться назад тем путем, которым они и попали сюда, эти господа уже не смогут. Поэтому они возвращаются туда, где, по их мнению, они смогут получить хоть какие-то ответы и возможную помощь, если она им в принципе нужна. И уже где-то, или поблизости от города, или в его окрестностях, демоны встречаются с отрядом эльфов и ираакшасов под предводительством стихии. Небольшое совещание, которое у них в любом случае должно было состояться, и единственную ниточку, которая может их хоть куда-то вывести, как я понимаю. И это вполне логично. Они надеются найти в самом форте. Ну или на крайний случай, они уже совместно собираются найти ответы на интересующие их вопросы именно там. Ведь если там и есть ответы, вернее, те, кто может их дать, они не должны были оттуда уйти. Как раз для этого они и взяли первым делом все поселение в кольцо, даже такое неплотное. Но это, конечно, все относительно, так как их распределение, хоть и достаточно растянутое, все-таки бойцов у них не так и много, но оно вполне равномерно и дает возможность перекрыть все подходы к городу. А главное, все выходы из него. К тому же тут, вокруг форта, сноют небольшие мобильные патрули вдоль всей линии оцепления. Хм, вот и еще одно подтверждение того, что они точно знают или о неработоспособности портала, или о его контроле с другой стороны. Именно потому те, кто осаждает город, уверены, что им никто из местных самостоятельно воспользоваться не сможет. А если и сможет, то для них это ничего не поменяет. Он окажется в руках тех, кто контролирует точку выхода из расположенной в городе портальной арки. Ведь она однонаправленная. Так что тут все очень даже продумано. Кстати, по этой же причине, судя по тому, что я вижу, никакого штурма еще не было. Похоже, это войско лишь недавно подошло к поселению и буквально некоторое время назад взяло его в кольцо. Так, но почему они все еще не берут город штурмом? Задался вопросом я. Ведь не просто так же они не стали использовать как демонов, так и альвов в оцеплении. Эти отряды явно готовят как ударные силы. Непонятно. И я еще раз осмотрел основной лагерь противника, который располагался относительно недалеко от меня. Похоже, что это еще не все, кто должен сюда прибыть. Сделал я, наконец, вполне закономерный вывод. Видимо, они ожидают подхода некоторой части тех, кто может им понадобиться во время штурма. Вот и думай теперь, кто это может быть. Хотя, судя по тому, что из всех известных мне союзников демонов тут отсутствуют только карлонги, то и ожидают они, возможно, именно их подхода. Ведь их поселение находится несколько отдельно от форта, и всех мы точно не перебили. А значит, они и постараются собрать эти остатки. Ведь если в окрестностях и есть кто-то из бывшего местного поселения, а это как раз те самые мнимые орки, то они смогут без особого труда проникнуть на территорию форта. Там их в любом случае примут за своих. И особенно никто не станет задавать им вопросов, если их возвращение обставить некоторым представлением. Например, преследованием или прорывом сбоем. В общем, вариантов много. Даже простое проникновение через стену или сквозь нее. Возможно, тут есть и какие-то потайные ходы, о которых, кроме орков, никто не знает. И демоны лишь ждут проводника из местных, чтобы тихо и незаметно проникнуть на территорию города. Редактор субтитров А.Семкин